Всем привет, народ! Вы на канале Мяски, Бани и Сауны. С вами Правда Максим. И сегодняшний ролик будет для тех, кто не любит читать. То есть, да, для тебя конкретно будет ролик, не любишь читать, смотри этот ролик. То есть, кто не любит читать инструкции, а любит смотреть ролики. В общем, сегодня у нас будет небольшой тест печи Энергия 14. И по совместительству будем объяснять, как производить первый запуск печи в бане-бочке. И в любой другой бане, в принципе, первый пуск будет одинаковый. В общем, сейчас разберемся от самого начала и до того момента, как можно уже пользоваться баней. Итак, первый пуск банной печи, будь то баня-бочка, это или любая другая баня, смысл это не меняет. Везде смысл одинаковый. Мы сейчас быстренько пробежимся по нудятинке. Рассмотрим, чтобы самый смысл понимали, для чего вы это делаете. Почему первый пуск, он отличается от всех последующих. Если вы это сделаете все правильно, у вас никаких проблем не будет. Если вы сделаете неправильно, какие проблемы у вас ждут в дальнейшем. Как вообще родилась мысль сделать подобный ролик, потому что, наверное, каждый пятый покупатель нашей баней звонит с вопросом, а почему дымит печка, а почему щипят глаза. И на фоне вот этих вопросов мы решили снять ролик. Что, как, зачем делать, чтобы избежать каких проблем. Любая печка, она обработана термокраской. То есть, для того, чтобы краска набрала полные свои физические свойства, ей нужно быть термически обработанной. То есть, ее нужно обжечь, другими словами, ее нужно накалить. Чтобы краска стала твердой, стала кристаллизовалась. В общем, набрала свои физические свойства в полном времени. Если этого не сделать, то первую топку, когда вы зайдете в баню, у вас просто будет резать так. Да здесь невозможно будет находиться. Здесь просто будут клубы дыма. Впоследствии я вам покажу. Сейчас мы их увидим, когда топить, вы увидите, что будет. То есть, находиться здесь будет невозможно. Если вы этот все-таки момент переждали, там, ну, видите, дым, да, не стали палиться, не стали заходить. То есть, он пройдет с каким-то временем. Но, если вы туда загрузили камни, и они были не помыты, то есть, вся пыль, которая на камнях, она впитает запах этой печи, обгорающей краски, масла эти, ну, то есть, там, какие-то химические ее составы. И при каждой подаче воды, эта мелкая взвесь будет взлетать в воздух и будет щипать глаза. Запаха, как такового, уже не будет, но щипать глаза будет. И еще одна проблема. Допустим, у вас стены обработаны маслом. Масло еще сильнее впитывает запах от печки, обгорелости вот эти. И запах, такой прогортый запах будет стоять довольно долго. То есть, на моей памяти, там, до 10 топок может это быть. Тем более, если маслом обрабатываете вы сами, масло, может, вы его нанесли и не протерли. То есть, излишки масла остались, и вот это излишки масла, они будут в себя впитывать еще больше. То есть, масло обязательно после того, как вы нанесли, по инструкции у каждого масла свое. Но я сейчас в основном говорю про тунговое масло, есть такая особенность. Его нужно очень хорошо вытирать. Да, в принципе, как любое другое масло, его нужно у нас сухо вытирать. Итак, я думаю, теперь понятно, до чего мы это делаем. Теперь пошагово, что нужно, зачем делать. Первое, наоборот, никаких камней мы сюда не загружаем в печку. Заливаем полный бак воды. Почему полный? Потому что бак тоже новый. В нем есть масло от проката станков, то есть и проще. Проще, он жирный. То есть, в нем, но он не чистый, другими словами. Мы заливаем в него воду. Пока мы будем все эти процедуры делать, вода будет там кипеть, вода будет нагреваться. То есть, внутри бак помоется. В принципе, потом можно его, конечно, еще будет дополнительно столкнуть. Но, в принципе, большинство людей уже пользуются. Эту воду мы сливаем старую, заливаем свежую и уже можем совершенно спокойно париться. В данном случае у нас уже вода залита. Сейчас остается только удалить пленку. Вот эта вот защитная пленка. К вам приходит бак в пленке, потому что, ну, чтобы не поцарапался. Он обычно в снятом варианте. Где-то вот он устанавливается под лавками. Ну, в разных банях по-разному это уже детали. Снимаем пленку. Вот так она достаточно легко снимается. Если вы ее забудете снять, то я вам гарантирую, что потом снимать ее будет очень проблематично. Она прикипит к металлу. Это раз. И, во-вторых, она будет вонять очень серьезно, пока будет обгорать. То есть, не забывайте снимать транспортную пленку. У кого-то сейчас может возникнуть вопрос, а почему вначале заливать воду, а потом снимать пленку? Ну, просто если вы бак поставите пустой, то вот так одной рукой вы не сможете снимать пленку. Ну, снимать-то лучше двумя, конечно. Он просто будет крутиться по кругу, и это будет не очень удобно. Так что лучше вначале залить водой и потом снимать пленку. Итак, следующий шаг у нас это укладка дров к топку. Если у вас есть возможность вот такую доску ложить посередине, то есть крупные дрова снизу, вот такая доска, и сверху, ну здесь тоже крупные доски, а с самого верха здесь вот плохо видно. Здесь мелкие, вот у нас по краям мелкие лежат. Для чего это делать? То есть, и поджигать сверху, естественно. То есть, такая укладка дров будет максимально долгое горение и максимальное КПД самого горения, конечно. То есть, меньше дров уйдет, и лучше, и быстрее прогреется баня. Если у вас есть шибер, его, естественно, нужно открыть. Если есть конвекционные решетки на печке, их тоже нужно открыть. Если есть приток под печкой, здесь его нету, ну, в принципе, его нужно закрыть, естественно, для того, чтобы быстрее прогрелась баня. Итак, поджигаем дрова именно сверху. Ну, вот около минуты, как загорели дрова, как видно, хорошо горит сверху, горит сбоку, но не может пламя спуститься вниз именно благодаря вот этой дровине. Естественно, дрова должны быть сухие. Если вы будете сырыми дровами топить, дымоход будет постоянно засоряться. Советую в каждую топочку подкладывать одно осиновое полежка для того, чтобы прочищать дымоход. То есть, температура горения осины немножко больше, чем у березы и у сосны, тем более. Хорошо видно, как разыгарается, вот сверху активное горение, а вот эта дровишка, доска, точнее, не дает спуститься пламени резко вниз. Итак, ну, здесь, я думаю, все понятно. Закрываем дверку. То есть, если вы здесь не находитесь возле топки, обязательно дверь закрывайте. Приоткрываем зольник. Настеж, его не надо открывать. То есть, вот многие расхлебенивают на всю, это тоже не совсем правильно. Для разгорания это очень даже может быть. Но когда вы оставляете печку, я лично рекомендую где-то вот сантиметра два-три, не более, и оставлять чель. В некоторых случаях даже можно меньше. Так, пойдем внутрь. Ну, вот, кстати, уже немножко заметно дым идет. Камера почему-то не очень хорошо видно, но как ракурс поменяем. Вот, пошел дым. Это вгорая печка, вот здесь хорошо видно. Запах уже такой характерный. Если здесь находиться и в данный момент начинать париться, здесь просто будет, ну, крематорий. Здесь невозможно будет находиться. Нужно все убрать пластмассовое и спарное, потому что если оставить и пластмассовое что-нибудь, здесь, например, часть второго дыхания, либо, например, как здесь слив, он лежит от бани. То есть, скорее всего, он расплавится. Вот, смотрите, как хорошо окно видно выходит. Дым обязательно открываем окно, открываем дверь, если есть комната отдыха, открываем и там окно. Открываем дверь настиж. И, в принципе, здесь находиться совершенно не обязательно. Дальше будет печка еще больше дымить. Мы, конечно, поснимем это дело. В общем, пока немножко берем паузу. Вот, я закрыл дверь буквально на минуту, чтобы показать, что происходит в бане. Когда у нас... Ну, сами понимаете, да? Париться здесь просто невозможно. Это не пар, это чисто дым. И запах здесь стоит соответствующий. Закрылась дверь. Вот, активно идет выделение дыма. Ну, здесь прямо вот находиться крайне неприятно. В общем, такая стадия длится, ну, на протяжении 15-30 минут. По-всякому бывает. Смотря какие трава, смотря какая печка. И смысл нам прогреть полностью. И даже вот эту решетку обязательно. Она даже, вот я ее сейчас рукой совершенно спокойно держу. Она холодная, ну, не знаю градусов 30, наверное, не больше. Здесь уже, само собой, температура другая. И вот, если мы сетку не обожгем, она со временем будет дообгорать эта краска. И вонь это будет стоять и дым этот будет периодически резать глаза. Сейчас вот прям глаза срезятся. И в горле тоже першит. В общем, вот такой вот туман. Не пропускайте эту процедуру ни в коем случае. Ну, а пока у нас отгорает печка, чтобы не терять время, мы пойдем помоем камни. Камни нужно мыть обязательно в проточной воде, без мыла, без порошка, можно щеткой. Самая главная задача смыть всю пыль с камня, чтобы не оставалось ни грамма пыли. Все, здесь уже находиться невозможно. Уходим. Как только у нас активно разгорелись дрова, по звуку это хорошо слышно, мы прикрываем зольник, ну, оставляем около сантиметра щель. Этого достаточно сильного пламени нам не нужно. Кстати, обратите внимание, дверка тоже обгорает. Это тоже нормально. Это не дым идет из стопки. То есть, это тоже обгорает краска. В общем, вот здесь вот под дверь я делал такую подставочку, чтобы она у нас не открывалась. Смотрите, какой активно выходит дым. Сейчас посмотрим с окна, наверное, вообще сильно видно. Должно быть. О! Как будто баня по-черному. Щекочет дым. В общем, это все нормально. Ждем, пока полностью у нас не прогорит краска. Как это, кстати, можно узнать? Помимо того, что у нас пропадет дым, его не будет видно, в принципе, но будет еще щипать глаза. Как только перестает щипать глаза, мы... Как это можно проверить? Зайти в парную, закрыть дверь, посидеть там с минутку. Если глаза не щипят, значит, краска полностью обгорела. Временной интервал может быть совершенно разный. Он может и час быть, и может быть 4 часа. Я уже говорил, это много факторов. Какая печка, какие дрова, и температура горения тоже имеет значение, конечно. Ну все, ждем до полного горания. Дровишки у нас разгорелись на полную катушку. Я совершенно забыл сказать, что ни в коем случае не топите никакими полиэтиленами, ни какими... Кроме дров, в общем, ни углем. Если в печи не написано, что ее можно топить углем, ни в коем случае не делайте этого. Это сделано не просто так, и тем более, какие пакеты и мусор не жгите в печи. Потому что такая печка у вас прослужит гораздо меньше. Температура горения пакетов, любой химозы, гораздо больше, чем дров, и металл выгорает. Печка у нас уже обожжена. Сделали мы это вчера. Сегодня снимаю вторую часть ролика, потому что вчера мы поздно начали обжигать печку. Естественно, она была еще после этого горячая. Смысла никакого не было. Решили подождать. Вы, в принципе, можете сделать то же самое. Обжечь печку и уже на следующий день, на холодную, спокойно сделать, начать укладывать камень. Я рекомендую начинать с закрытой каменки. И я начну с нефрита. И закрытую каменку лучше укладывать. Вот наш нефрит, он напилен такими гранями, такими кубиками, квадратами разной величины. Нужно максимально дно сделать, ну, плотно, максимально плотно уложить. И к стенкам тоже максимально плотно камень укладываю. Сейчас я начну раскладывать и покажу это более подробно. Итак, как мы видим, максимально уложены камни на дно каменки. Для чего это делается? Ну, в первую очередь, для того, чтобы, когда у нас каменка подзалито, то есть мы ее сильно залили водой, чтобы вода непосредственно не контактировала напрямую с металлом. То есть мы защищаем таким образом металл. Это первое, скажем так, для чего это делается. И второе, это максимальный теплосъем. Если наш камень контактирует... Сейчас я беру свет. И покажу вот так вот. То есть у нас металл вот так вот контактирует с камнем. Максимальное тепло, которое идет в металл от огня, переходит в камень. Если это будет вот такое частичное касание, то есть через воздух, воздух отличный теплоизолятор, будет очень плохая теплопередача. И то есть энергоэффективность такой печки будет падать. Вот этот очень внимательно обращаем внимание на это. И теперь вокруг каменьки... Сейчас я поставлю свет. Вокруг каменьки укладываем вот таким максимально, теперь плотно к стенкам каменьки. Именно в этой печи, в закрытую каменьку, производитель рекомендует производить укладку камней следующим образом. На две трети мы заполняем каменьку, потом останавливаемся, заводим воронку с трубкой, укладываем ее вот таким колечком максимально по кругу, по закрытой каменьке. И далее закладываем камнями. Во всех других печах, где я понимаю, почему здесь такая рекомендация, во-первых, здесь есть вот такой вот выступ, это для прочистки дымохода, ну и вообще это канал дымохода. Потом просто это сделать будет крайне неудобно. И трубку эту засовывать тоже неудобно. В тех закрытых каменках, где есть какой-то канал или еще что-то, то есть или встроенная воронка, я рекомендую до конца все делать, укладку сверху делать уже колечко вот из заливной горловины, потому что все-таки будет весь слой камней проливаться. И еще одно. То есть здесь у нас полуоткрытое, то есть есть еще ниша, в которую можно заливать уже ковшиком непосредственно. Поэтому верхний слой камней мы будем всегда остужать, так что здесь есть логика, так скажем. И смотрим, максимально плотно укладываются камни, то есть вначале крупные камни раскладываются, и где-то уже в щели закладываются более мелкие, для более сильного контакта. Итак, 20 килограмм нефрита уложено в эту каменку, да, чуть-чуть до верха не хватило. В принципе, производитель заявляет 20-25 килограмм камней влазить в закрытую каменку. Но так как вот это вот сверху расстояние уже не такое имеет накал, здесь у нас будет укладываться только хлорид. Сейчас мы его начнем укладывать. Я тоже тут прошу обратить внимание, очень важно, как укладывается камень в сетке. Итак, начинаем укладку камня в сетку. Обязательно делайте вот такие вот перехлесты швов. Не знаю, тут не очень видно. Вот камень, на камень заходит, ну, наподобие чешуи, чтобы мы ни в коем случае не видели вот такие просветы, как вот здесь вот. То есть тело печи мы видеть не должны, иначе будет жесткое инфракрасное излучение, будет крайне некомфортно находиться в парной. И опять же появляется конвекция, то есть большие каналы для конвекции, такая баня будет пересыхать. Обязательно укладываем камни. Здесь расстояние большое, то есть перехлест. Наши бани все комплектуются камнями, вот такими плоскими. Это сделано специально для того, чтобы их можно было уложить именно таким образом. Вот сейчас попробую сверху подснять. Вот видите, как они плашмя ложатся. И перехлест швов. То есть, грубо говоря, мы металл не видим. Это главная задача. Это увеличивает теплосъем и комфортное нахождение в бане вам гарантированно. Сейчас продолжаю укладку тогда и дальше сниму, как это уже должно быть в окончательном виде. Основная укладка камня закончена. Конечно, есть вот так вот наискосовок посмотреть, щелки. Кое-где они встречаются. Опять же, говорю, обращаю ваше внимание, лучше потратить время побольше и сделать закладку более плотно подогнанную. Это будет гораздо лучше, чем сэкономить 10 минут и сделать щелями и с дырками. Потом будете просто мучиться. Естественно, с задних сторон печей можно здесь какие-то грехи допустить, потому что там уже не столько важность. Она будет там фонить стенку. Это будет не так критично. Но опять же, ничего хорошего. И здесь, сверху, специально здесь не стал закладку делать, чтобы показать, что вот здесь вот между камнями тоже каналы не должны просвечиваться, так скажем. Чем больше изгибов у воздушного канала, тем лучше. То есть, тем меньше будет конвекция. Ну, сейчас дозакладываю вверх. Посмотрим, сколько у меня реально уйдет камней. Думаю, по укладке все понятно. Кстати, мы только хлоридом комплектуем в своей печи. И если где-то крупный камень, то есть он не влазит там или еще что-то, его можно просто расколоть обыкновенной кувалдой и более-менее мелкие кусочки. Он достаточно мягкий, но очень теплоемкий камень. Мне лично он очень нравится. Все, сейчас финальная закладка и затопим в контрольный раз еще печку. Ну вот и все. Укладка камней завершена. Обращаю внимание, последний ряд я укладываю, ну, здесь как бы полтора ряда, плашмя камни. Наоборот, чтобы максимально закрыть все каналы, которые все-таки есть между камнями, когда мы укладывали вертикально. И вот таким образом закрываем верхний ряд. Здесь у меня, напоминаю, отверстие с закрытой каменкой. То есть я сделал здесь наподобие воронки. Камни все с небольшим наклоном внутрь каменки. И вот эти камни, вот эти камни, они все немножечко, ну, стараюсь, естественно. Для чего это делается? Которая вода будет все равно попадать на них, то есть она будет стекать внутрь печки. Опять же, в закрытую каменку. Воронку мы тоже кладем немножко камней. Можно помельче, можно их разбить. Я не стал этого делать. Для чего это делается? Вода, которая у нас будет попадать в воронку, чтобы она не выбрызгивалась оттуда, потому что металл раскаленный. И по эффекту литинфроста она будет выбрызгиваться обратно. Чтобы этого не было, камни будут тоже нагреты. Вода будет догреваться об камни. Будет более медленно поступать по воронке. В общем, она не будет брызгать обратно. Не будет такого вулкана, так скажем. Это, скажем так, простейшая операция. Но, опять же, вероятность ошпарится, убирает и прочее. Особенно, если есть дети в бане. И еще один совет. Если у вас стоит бак, как здесь, ну или любой другой элемент дымохода, и если у него есть монотруба, я тоже рекомендую вот такими камнями прикрыть. У меня не осталось больших длинных. То есть, я сделал там вниз закладку. В принципе, можно было бы их здесь поставить. Оно было бы, закрывало бы гораздо лучше. То есть, мы снимаем инфракрасное тепло, жесткое излучение именно с трубы уже. Это тоже маленький кусочек, но он может испортить всю баню. Так что, рекомендую здесь тоже закрыть. Ну и давайте сделаем финальную растопку дров. Разогреем печку, поддадим парку. Посмотрим, что у нас получилось в итоге. Итак, 2 часа топки печки позади на сегодняшний день. Я, кстати, забыл сказать, что вчера мы ее топили около 4 часов. Это время может быть больше, может быть меньше. Все это субъективно. То есть, он зависит от многих факторов. Зима, лето, дрова. В общем, тяга там много-много факторов. Я об этом уже говорил, но напомнить не помешает. Я специально сейчас снимаю это все дело из предбанинга, потому что я в парной уже был. Я знаю, что там творится. Камера там моментально вырубится. Сейчас попробую забежать. Насколько хватит, насколько хватит. Поехали. Оп. Сейчас камера припотеет. Уже припотело. Протрел немножечко. В общем, вот такие показатели. Я не знаю насчет 90 градусов. Влажности. Но здесь реально 80 здесь точно есть. Два часа это, конечно, перетоп уже. Однозначно. Ну, для столеваров будь здоров. Ну, влажность здесь, кстати, тоже чувствуется прилично. Не знаю, 90, не 90. Ну, процентов 70, мне кажется, есть. Ну, и сейчас мы херакнем, наверное, разочек. Поэтому закрытый камень, посмотрите, маленько все равно разбрызгивается, но совсем чуть-чуть. Если бы воронка была просто металл, то здесь бы гейзер бы целлюбил. Пара не видно. Камешек, кстати, упал. Да, вот эти камни, которые возле трубы, их нужно ставить более жестко. Я, конечно, это все равно только для съемок поставил. Сейчас я еще поставлю камеру, подам парку несколько раз, уж на сколько хватит. Теперь закрытую камень нальем. Вот по камням пошел немножко видимый пар, и это нормально. Все-таки камни, видимо, не сильно прогрелись. И эта сетка, вон, мушкин кот, навалила вообще и откроенная на окошко. Я, наверное, вот так вот покажу, пока камера не отключилась. Скажу, ну, если будете делать вот все в такой же точно последовательности, я вас уверяю, здесь, кстати, запаха вообще нету. Запаха обгорающей краски, зато есть прекрасный запах липы. Блин, запах новой бани вообще ни с чем не передать. Все, я сижу мокрый. В общем, всем спасибо за внимание. Подписывайся на канал, если видео зашло, ставим палец вверх обязательно. Всем спасибо за внимание. Всем пока и субтитры. И бонус-трек для тех, кто смотрит ролики до конца. Шандарахнем, не дэ, херахнем, 10-литровое ведришко. Попробуем залить его туда. и субтитры. Горячая. И субтитры. погон. Главное пауза. И субтитры. И субтитры. И субтитры. Надеюсь, камера выдержит. Самому интересно. 10-литров. Испарить она испарит, понятное дело. С каким эффектом это будет? Попробую сейчас закрытую позаливаю. Верем. И то. Ой. Ой-ой-ой. Не знаю, сколько здесь градусов, не знаю, что будет сейчас показывать. Слава так пока. Стой. Ой, ё-моё, блин. Я даже встать не могу. Я не знаю, зачем я это делаю, но... Если камни еще и судьи останутся после этой экзекуции, это будет просто ништяк. Ой. ну всё, уже, конечно, блин, всё. Закрытая нам-то еще хорошая. Всё. 10 литров. 10 литров. Не знаю, вот видно, нет надписи. 10 литров она вскушала. А не значит, снимает вообще нечего-ничего. Пока снимает. И камни, но они сейчас высохнут. Когда их сверху высыхает. Да, подзалитые мы вот эти совершенно уже высохнут. В общем, я что ожидал от этой печки, я не разочаровался. Советую и вам присмотреться к этой печке. Отличная печь. Всё. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok